Здесь от речного вокзала в 1942-1944 годах более 700 мальчишек добровольцами уходили в школу юнг. Такая надпись сделана на гранитном постаменте мемориала подростков моряков Северного флота. В день ВМФ России в Самаре состоялась церемония возложения цветов к монументу на набережной. Почтить память юных фронтовиков, погибших за родину, пришли с букетами сотни горожан. В их числе губернатор Дмитрий Азаров, глава Самары Елена Лапушкина, председатель комитета по обороне Государственной Думы, герой России Владимир Шаманов, ветераны и военнослужащие. В те военные годы отсюда, из Куйбышева, молодые совершенно парни, мальчишки отправлялись в школу Соловецких юнг. 700 наших с вами земляков отправились тогда в школу. Давайте задумаемся, что будущим ботсманам, рулевым, электрикам, наводчикам, будущим морякам тогда было 14-16 лет. В столь юном возрасте они встали на защиту нашей Родины. Кадры кинохроники военных лет дают наглядные представления о том, как проходила подготовка юных моряков на Соловецком острове. В мае 1942 года Ленинград был окружен блокадой, Севастополь держал героическую оборону. Главной базой подготовки стал Северный флот. Призывали подростков, которые должны были прийти на смену погибшим и раненым. Обучали рядовой состав – ботсманов, рулевых, электриков, мотористов, радистов, акустиков, сигнальщиков. Но самый любимый урок – морская специальность. Особенно интересно, когда лекцию читает старый моряк Капитан Абрамов. За три года Соловецкая школа подготовила более 4 тысяч бойцов. Юнги воевали на кораблях всех флотов и флотилий, в бою отличались храбростью и героизмом. Из 700 юных героев, которые отправились в Соловецкую школу из Куйбышева, больше половины не вернулись с фронта. В наши дни в Самаре живут пятеро ее воспитанников. Сегодня они ветераны. Из-за противоэпидемических мер на набережную не пришли. Значит, они от 1927 до 1928 года рождения. В настоящее время мы не имеем возможности их сюда пригласить по состоянию здоровья раз. И вы знаете, что идет ограничение по возрасту. Они бодры, как никогда, понимаете, да? Ясность ума, активность. Дайте ему винтовку, и он пойдет вперед. Это я вам обещаю. Это закалку, которую, естественно, они получили в школе Соловецкой. Память погибших почтили минутой молчания. У постамента снова море цветов. А ветераны уже приводят сюда своих внуков и правнуков, чтобы и у них были идеалы в жизни. Сила духа, несгибаемые воли и мужество. Ведь только смелым покоряются моря. Олег Зверев, Василий Калдашов. События. Горницы нашей жизни.